Можешь сесть? Да, тоже. Серьезно, на стерк. Серьезно, тоже делайте, делайте. Самое главное, что шею тяжело со мной, да? Да. Внутренние страхи, но можно. Здесь, понимаешь, основной ответ, что но можно со мной. Все же боятся. Ну, не знаю, я вам скажу из практики, в основном только врачи там закругивают, что могут сломать, или где-то на сайтах кто-то что-то пишет. Вот, кто-то куда-то ходил, там что-то свернули. На самом деле, мне кажется, что у Олега статистика такая по этому, что и трупов бы 10 было, если б можно было сломать, потому что там иногда с лестницы, помню, с лестницы было такое, что типа нет? С лестницы нет, такого не было. Вот сюда, да? Да, да, да. Все, сильно не давлю. То есть, я ему фактически мешаю сдвинуться. Правильно я понимаю? Да, да, да. Вот, я вам скажу, что по статистике я не видел ни у себя, через мои руки, но прошло, наверное, человек тысячу, там, две тысячи, может быть, чтобы кому-то что-то прямо и просто даже сломать, а вообще упор. Если боковой, то вовремя. Не у знакомых, не у друзей, не у коллег, и таких случаев вообще не слышал. Это кто-то где-то специально, может быть, в виде провокации, чтобы там не сломал, но не подумали, а потом ощущения остались болевыми? Ощущения могут остаться, но я вам говорю, что это конструкцию, можно поставить назад. Дай пробуй, знаешь, как. Дети-ка. 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 Вот так вот. Шея короткая, да? Да. Да. Тоже вишь несколько раз. Угу. Душим, дыхаем. Дышим, отдыхаем. Угу. Э-ээ. Дальше. Ну, давайте сделать сделать, пусть тут штпы試ки пробует. Ну, да. Давай пока. Давайте разjak пересядем. Угу. Давай, давай, спинку чтобы было. вот опять же это можно делать я хочу сказать что в этих домашних условиях в принципе я не вижу ничего зазорного чтобы там уже после там или наоборот . дедушки отцу после какого-то там труда физического тяжелого защищения что-то может способом подправить спинку значит смотри теперь руки кладем возлагаем на затылок большие пальцы вокруг черепа сейчас будет у нас растяжение верхней части шейного отдела нужно достаточно всем размяли для этого мы подсаживаемся под клиента под его рост продеваем руки вот так вот и кладем сверху на его руки у него в замке и дар у нас не в замке у нас просто будет давление идет на череп вот а здесь от мышки под плечи чуть-чуть или на себя с таким прокидываем на меня заваливаясь это на выдохе давай подготавливаемся потом делаем движение следующее движение большие пальцы убираем обратно то есть под черепа возвращаем их сюда и опускаем руки пониже это уже идет растяжение нижней части шейного отдела также было верно а то было верно на наше общение осталось на руку что проснуть так вот нагибайся тут можно было усаду вот так давайте отработаем это ну вот да можно стоит делать то же самое теперь разберем нюанс так ну давай с тобой высотки и да выше ниже я тоже самому сделать свою историю лежа я не буду давать до хруста просто покажу небольшой нас когда вот как локти располагать да то есть то есть мы продеваем руки и возлагаем их на его руки сверху данной ладони вот и делал стоим про желательно под плечами но все зависит от гибкости человека если он достаточно гибкий то ему можно даже вот так вот он писалить только тут поаккуратнее потому что некоторые не растянут у них просто кожа начнется ну щипать как больно будет вот так в принципе даже вот так можно тогда вы смотрите упираетесь грудь или животом нам его спину да и тогда животом подталкивается но в целом я скажу что это слабее чем предыдущие воздействие так давайте попробуй следующий прием когда мы точно так же но повышевать можно стола кушетку сажать человека так же руки здесь замок и уже на повороты к грудному отделу это будет воздействие саживаемся чуть-чуть наклон вперед поворачиваемся и за счет своего упора животом и грудью до межлопаток грудный отдел попробуйте тоже на нем да сразу же на практике проверяем попросила что вот этот пресс поворотов он сидел поплотнее коленками они болтались жестко были закреплены ноги потому что если человек слишком подвижен да то может просить кого-нибудь еще кто бы держал больше поворот делай и грудью убирайся да потому что по высоте вы уже больше подходите следующий прием в грудном отделе делается когда вы практически то же самое да только спина прямая спина прямая но мы наполняем теперь не голову работаем с грудным отделом соответственно коняем почти полностью побольше сам сам вот и здесь опасность том что он начал сдвигаться 2 ногу как-то подложить либо вот так вот либо вообще сесть на стол держать ну например там они просто на полу так делать пользоваться удобнее поворачиваем тогда если за этому держим да то тогда вот себя за противоположное плечо тут смотрите надо держаться так чтобы не перекрыть ему дыхание своей рукой да и в противоположной учебной клетки мы опираемся можно несколько раз справить несколько позвонков покажу это спиной к камере так смотрим до теперь сюда разворачиваемся а вот еще нюанс чем включается тут локти соль есть продеваем руку пытаемся за плечо может не хватает вашего машина рука конечно не падайте тогда добились там вот его вперед чуть-чуть разворачиваемся двигаться под ногой и позвонки вот слышали вот от сколиоза как раз вот это вот очень хорошее упражнение не знаю было вида на камеру или нет я думаю что заградил до заградил сам телом но сейчас попробуем еще другой стороны показать так тренируйте теперь сами да ты правильно сказал это это такая же разновидность чуть-чуть запрощенная то есть получается у нас не на шее руки лежат на плече не напрягается слабо 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 и соответственно да да и мы уже за эту руку хватаем поворот она уже идет вот в сторону вот дальше на камеру гребень при этом вот мы с него именно убираемся при наклоне он еще выше растягивается это разновидность да просто по если грузный то ему как раз тут лучше да это ощущение то же самое вырабатывается до попробуйте давно друге